СОЦИАЛЬНАЯ 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 СИСТЕМА Поэтому понятия, которые связаны с социальной справедливостью, они базируются все-таки на атеистических основаниях, и в свое время основатель социологии Агюст Конт, он римскому папе сообщал, что теперь он является как создатель социологии, архиереем всемирным, и отмершее христианство призвано теперь уже не подавать голоса, как не могущее никаких вопросов общества решить, а надлежит уже воспринимать его с точки зрения этих социологических откровений, которые ему явились перед пустым креслом его неосуществившейся любви с некой дамой, которой он восхищался. И это все не без каких-то демонических очевидных наваждений сформировалось в ту социологическую, социальную теорию, которая сейчас активно употребляется в жизни человечества, представляет центром бытия некоторое общественное сознание, как сердцевину ромашки, а все остальное, политика, бизнес, спорт, религия, представляют только какие-то лепесточки. А вот в центре это самое социальное понятие, которое требует какого-то своего удовлетворения, которое претендует на объективность. В Священном Писании мы находим другой подход. Апостол Павел говорит рабам, очевидно, по теориям социологическим, находящимся в ситуации подавленной, униженной социально, удобно вам оставаться и так, потому что главная забота — быть не рабами тлений, не быть рабами страстей, тогда воистину вы будете свободными, самых свободных социально людей. И напротив, господа, не забывайте, что над вами есть Господь, и вы лишь рабы Божьи, потому и подавайте всякое снисхождение рабам своим, помня о вашем законно униженном пред Господом состоянии, в котором вам и надлежит ходить, не обольщаясь обилием своего богатства или своего положения в обществе. Классовая ненависть, которой научили нас большевики, разорители, разрушители России, ничего доброго не создала. Девизы «Грабь награбленная» за общее распределение материальных благ, которые должны быть доступны для всех одинаково, никаким результатом не привели обещанным, но только кровь, уничтожение, разрушение, вот что привнесли они в нашу жизнь эти теории. Как и сегодня, демагогия о демократических свободах, либеральных правах скрывает за собой по-настоящему человека ненавистнические, антихристианские, разрушительные идеи и тенденции в жизни всего человечества. Так что агитаторами за социальную справедливость христиане никак быть не могут. Это не означает, будто Господь не велит нам быть милостивным к тем, кому тяжело. Это не значит, что не выпьют на небо об отмщении грехи против вдов, сирот, беспомощных стариков. Они особым образом грехи против этих сословий, этих обществ тягостны. Так что вовсе не в безразличии к положению, к состоянию, к здоровью окружающего нас общества, конкретного человека, встречающегося на нашем жизненном пути, оставляет нас Матерь Церковь, но, напротив, побуждает к большой чуткости. Да только ли побуждает к чуткости, не сообщает ли нам 25 глава Евангелия от Матфея, что в соответствии с твоей силой сострадания и деятельной любовью будет твое вечное определение, быть ли тебе с Богом во блаженстве, либо оказаться отвергнутым в озеро огненное навеки, не тебе уготовлено, но дьяволу и агилам его, которому ты уподобился из-за немилосердия своего, из-за отсутствия твоего понимания необходимости помогать тем, кто нуждается, кому трудно, и таким образом восстанавливать, как бы сказали современники, социальную справедливость. Не от избытка имения зависит жизнь человека, говорит Господь. И апостол Павел подтверждает, могу жить в богатстве, могу в бедности, могу избыточествовать и не повреждаться от доступности любых радостей земных, могу и оставаться в крайней нужде, сохраняя одно и то же внутреннее расположение, благодарение к Богу, постоянное пред Ним самоукорение, благоговейное служение Ему и исполнение Его воли. Так что социальная справедливость, установленная на земле, скорее всего, конечно, может быть отнесена к утопиям. Ну, во всяком случае, для тех, кто искренне верит в то, что можно на земле построить рай и каким-то образом принудить человечество соблюсти порядки милости, любви, взаимопомощи среди всех тех страстей, которые на самом деле и правят большинством человечества, не захотевшего подклонить главу свою под легкое Иго Христово. Этими утопиями, начиная с Вавилонской, строительства Вавилонской башни, наполнена история человечества и ни к чему доброму никогда не привели замыслы рациональные о устроении справедливого общества. Но, несомненно, побеждает все эти неустройства устроение благодатное в сердцах человеческих. Потому не на потребительскую корзину в изобилии должно настраивать подрастающее поколение воспитания, а на благодарение Богу во всех тех обстоятельствах жизни, которые выпадают на нашу долю. Это не повод сидеть, сложа руки и трудиться спустя рукава. Достоин делатель мзды своей я. Не закрывай рта увала молотящего, конечно же, для нас, говорит Бог. А апостол Павел напоминает. Побуждая нас к непрестанному трудничеству. И это исполнение самой первой заповеди, которую получил человек при изгнании из Эдема сладости «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Каждый призван осознать своим долгом посильное трудничество ради ближних, ради созидания, а не разрушения. И на этом основывается внешнее благополучие, материальное благосостояние. «Мне и сущим со мной послужили эти руки мои», говорит апостол Павел, будучи апостолом языков, однако не гнушавшийся физическим трудом ради того, чтобы подавать и нуждающимся, а не пользоваться благами даже от своих учеников, хотя как апостол Христов имел на то полное право. Так что ради социальной справедливости, ради того, чтобы общество процветало, надлежит всякому прежде всего позаботиться о решимости внутренней, посвятить остаток жизни своей жертвенному служению, в исполнении своего дела, кто в чем призван. И второе, очень важное расположение — это воспитание в этом духе молодого поколения. Потому что если мы и сами будем и святы, но не искусны в деле воспитания, то, к сожалению, преемство священного предания может на нас и обрываться, что не является волей Божьей. Его Господу угодно, чтобы те, кто еще может захотеть спастись, спасались. Следовательно, поучение молодежи в том, что жизнь есть крест и служение, жизнь есть труд и созидание для общественной пользы, для ближних, должно потихонечку входить в стратегию всех наших образовательных уровней и младенческих, и средних, и высших учебных заведений. Воспитание должно стать главнейшей составляющей образовательного процесса. Но, разумеется, на ценностях и основаниях, которые сообщает нам, открывает нам Святая Церковь. И тогда в этом обществе настроение каждого в отдельности, в котором будет служебное, будет удобно и перенесение всех тех нестроений, неизбежных или разницы, которые соответствуют нашему пестрому миру, в котором мы живем. Нужны и богатые, и бедные, бедные и больные, за которыми ухаживают и которым благотворят те, кто имеют эту возможность. Ради чего? Чтобы благодарение Богу вошло в навык тех, чья стезя жизненная сопряжена с болезнями, с бедностью, со скорбями. Те, кто находятся в успешном этапе своего земного жительства, призваны благодарить Бога и тем же самым содержанием благодатным наполнять душу свою, благодаря за то, что они могут и трудиться, и всем Господь их земным почтил, но не ради только их самих, а ради того, чтобы они с благодарением принимая щедро и уделяли всем тем, кто нуждается в тех благах, которые у самого тебя обретаются в изобилии. Вот в этом-то и будет круговращение божественной любви, в этом и будет справедливость общества состоять, в этом и будет состоять сам путь спасения и богатых, и бедных, и власть придержащих, и подчиненных, которые равны пред Господом как сонаследники вечной жизни, как понесшие крест исполнения христовых заповедей и жертвенной жизни в любви к Богу и к ближним. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok